Лубинец о падении Ил-76, Россия не сообщала МККК о перевозках пленных самолетами. Международный комитет Красного Креста никогда не получал от РФ сообщения о транспортировке украинских военнопленных самолетами. В том числе и упавшим под Белгородом самолетом Ил-76. Об этом рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК Украина со ссылкой на эфир телемарафона, после падения самолета Ил-76, российская сторона утверждала, что на его борту якобы находились украинские военнопленные, которых везли на очередной обмен. Однако, по словам Лубинца, у МККК нет подтверждения этой информации, я получил официальное письмо от МККК, что Россия не сообщала их о транспортировке украинских военнопленных самолетами. Было отмечено, что они никогда не сообщали об этом МККК, сказал омбудсмен. Он отметил, что Украина требует прозрачного расследования крушения с привлечением международных экспертов, я не могу утверждать, но у нас нет доказательств того, что действительно-то, что заявила РФ, соответствует действительности, добавил Лубинец. Падение российского самолета Ил-76. Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал вблизи села Яблонова в Белгородской области РФ. При этом в России утверждают, что якобы на самолеты находились 65 пленных украинских военных, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в якобы уничтожении самолета, в ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолеты находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждали. Позже в ГУР отметили, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. При этом, по данным разведки, на борту также должны были быть российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на самолет, СБУ открыло дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Украина призывает провести международное расследование, но Москва в традиционной для нее манере выступила против. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.